прекрасный будний день вечер уже почти 4 часа и сейчас я нахожусь в парке сокольники для того чтобы вместе с вами посмотреть какая же иллюминация сделано в парке к наступающему новому году 2020 не за горами уже осталось меньше недели и иллюминацию можно будет проверить именно сегодня вот я уже приближаюсь к центральной аллее которую подсветили фонтану и обратите внимание на то сколько света и какого качества иллюминация здесь очень весело хорошо особенно будет на новый год и после новогодние праздники нам рождество 8 дней отдыха можно будет свободно прийти покататься если будет снег то будет вообще замечательно вот в таких вот автоматах можно всегда здесь перекусить выпить кофейку но пока готовится вы можете найти таких аппаратов энное количество по всему парку они стоят на самых видных местах конкретно этот на спортивной лиги их особенность в том что очень дешево можно купить кофе замечательный горячий напиток либо какой-нибудь детский перекус еду водичку чай бутилированный бутерброд вот здесь еда и напитки мы взяли наши кофе и на одной из многочисленных лавочек в аллее можно свободно посидеть попить кофейку и есть куда выкинуть потом стаканчик там вдалеке находится каток с искусственным покрытием большая детская площадка с очень большой горкой ну и собственно говоря на спортивной аллее вот такая вот иллюминация сейчас еще достаточно таки светло но тем не менее уже сейчас видно насколько здесь красиво был бы снег вообще было бы супер также здесь есть куча разных развлекаловок таких как уроки по каллиграфии японское письмо квадрат мультимедиагалерея которую можно посетить за отдельную плату здесь должен быть еще большой огромный спуск зимний с искусственным покрытием для плюшек но пока его еще не запустили а так это одна из больших горок в городе в принципе на спортивной аллее здесь довольно таки весело можно посетить также тир для любителей пострелять здесь также очень много обычных бесплатных туалетов поэтому и которые оборудованы в дополнение ко всему еще и комнатой матери и ребенка поэтому здесь будет удобно и комфортно отдыхать в любом случае большое множество кафешек у них разный антураж есть яндекс доставка ну в общем красота в принципе посидеть праздновать можно будет я думаю свободных мест будет много надо выходить к центральному фонтану там очень красиво хорошо и оценить иллюминацию там до предстоящего праздника вот такой вот городок который работает в основном в теплое время года где детки могут полазить по всевозможным лагерине время в парке сокольники тихо и уютно особенно новогодние праздники здесь также есть елка иллюминация и выглядит это все дело следующим образом стандартная уже у многих на фото арка с подсветкой и вот такие митильные фигуры сделанные из льда с подсветкой их здесь очень много и они из натурального льда вот парусник все хорошо и и и драконы в общем на новый год здесь будет конечно шикарно лед капает но есть еще лимонные глыбы не используем значит есть вероятность того что будут делать он человек рыба ну и перейдем сцена входком вот такая красотища если детям нравится значит организатора праздника угадали с этими ледяными фигурками по моему прикольно на месте центрального фонтана и фудкортов на открытом воздухе есть очень прикольная елка выполненная в виде шатра вот такая красавица сейчас зайдем вовнутрь подойдем поближе и рассмотрим она на месте фонтана и и она очень больших размеров наверное центре не такая высокая но это конечно же мое субъективное мнение красотища там еще несколько сцен по периметру сделано очень даже красиво шатер ночи будет выглядеть просто супер детям здесь однозначно понравится еще не стоит забывать о том что здесь меньше народу чем центре на площади либо на никольской и поэтому можно свободно прийти сюда и отдохнуть вот этих больших звездочек можно будет сфоткаться и погулять вообще поварить дарите этот праздник друг другу потому что мы сила мы же сила да мы сила и на фестивале парк парк сокольники здесь друзья фестиваль путешествие в рождество вплоть до 12 января вместе с вами здесь каждый день будем вас радовать дарить вам подарки хорошее настроение и позитив бесконечный вот сейчас вам расскажу быстро здесь у нас проходят спортивные танцевальные вокальные мастер-классы вот в этом шатре видите вот третий шатер от сцены белый такой там вот вам кажется ничего не происходит это все неправда это обман психологическая травма там происходит там лекция китая там викторийная китая у нас видите какая тематика китайский новый год там есть педагог по китайскому вот вот третий шатер там вот и дети вообще очень интересная серьезно вот он идет вообще не заканчивается никогда почти только спать уходим домой и шатер спим и встаем опять идем работать все здесь с вами вы знаете сколько энергии там идет все вас ждут там сходите посмотрите там вам расскажут много чего интересного на китайском заговорите вообще взять через час а русские знаете ну надо немножко да не хао да не хао да не хао там не хай это да не хай да не хай да по-русски и то вопрос по-русски ли да в этом девчонки скорее идите на мастер-класс наш к нашему педагогу по китайскому сейчас она вам все расскажут там прекрасно ника она мало того что она сама разговаривает на китайском поэтому да идите и в наших домиках проходят мастер-классы вам понравилось а в наших вот этих домиках красивых проходят мастер-классы творческие там можно потворить позаниматься творчеством рукодели да вот белый шатер да вот там дверь поставить его на стол наступающим вас да обязательно посещайте наши мастер-классы и вам также здоровья приходите в парк будете вместе с нами на фестивале вот что я со спортивного мастер-класса что у вас здесь происходит друзья расскажите что там кто что за команды я смотрю все здесь началась началась настоящая история вау бегуны бегуны здорово кто у нас это будет молодцы о ледушечки и еще много льда женщина с подарками с какими-то что ли красота но карета вообще супер с подарками центральный вход с кружочками сверху как будто бы капает дождь на входе хорек с коньками вот где можно будет пофоткаться китайский праздник китайский дракончик прикольный сок можно будет сделать здесь вместе с оленями таком сказочным светящимся лесу снега нет но зато здесь ребята постарались на славу как мы не попали динамики довольно таки прикольно вот такое вот веселое вот такое вот веселое рождественское путешествие может быть у вас кого угодно кто отважится в новогоднюю ночь прийти в парк сокольники для того чтобы замечательно вздохнуть получить китайский язык и окунуться целиком и полностью китайскую культуру путешествие в рождество без снега но уже со снегом на заднем плане ну и на входе в парк сокольники традиционная маленькая арка с полным засветом и очередной аббревиатура и года 2020 проходя через которую можно наделать очень классных фотографий украины вот украина Субтитры сделал DimaTorzok В общем, я не знаю, вдруг кому-то было полезно, либо не полезно посмотреть Все это время мой обзор на парк Сокольники Предновогодний и новогодние праздники, которые здесь можно провести Если кто-то передумал, и в этом есть моя заслуга Ну, извините, ребята, мне нравится в Сокольниках Тут тихо, спокойно, будет меньше народу, чем в центре И довольно-таки много веселых мест, где можно пофоткаться Не хуже, чем на Никольской улице Ну, если вам понравилось это ознакомительное видео по подсветке парка Оцените его лайком, либо дизлайком Подпишитесь на канал Всем пока! Встретимся в наступающем году Желаю, чтобы у вас было побольше всего на свете И здоровья, и денег, и самое главное, возможности Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok